Товарищи, всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию флешку офицера КГБ. Именно для этого устройства и был произведен свет USB штекер, о котором я рассказывал в предыдущем видео. Отдельно подчеркну, флешка будет обладать сразу двумя степенью секретности. Что же такого секретного будет, спросите вы? Смотрите, узнаете. Чего уж там. Между прочим, лауреатом премии Ленинского комсомола, как я мечтал в прошлом видео, я не стал. Ездил на прием к Хрущеву, он сказал молот ящо, чтобы такие награды получать. Подалось, правда, сфоткаться пару раз, и я отдал на малую родину. Ну да ладно, все это шутки юмора, вперед к делу, погнали! Значится так, прежде всего понадобится ролик от советского магнитофона. Таких роликов у меня накопилось достаточно большое количество, я вам скажу. С позиции экономической оптимизации производства считаю их использование рациональным. Удалив латунную втулку, нарезаю резьбу М6. С помощью длинного болта прижимаю нечто вроде купола. Данная изготовка была вырезана из старой чаши древней люстры. Обтачиваю до необходимого мне диаметра. Честно вам признаюсь, данная процедура заняла очень-очень много времени. Пришлось снимать металл чуть ли не по соткам, опасаясь ненужного изгибания заготовки. Демонтировав получившуюся шайбу, обтачиваю деталь до диаметра 34 мм. Загадочный металл я вам скажу. То ли алюминий какой-то специальной марки специфической, то ли это силумин. Может кто знает, обязательно черканите мне в комментариях, буду вам признателен. Разбираю нерабочий громкоговоритель. Моя задача демонтировать верхнюю шайбу. Ё-моё, сколько только видео о том, как снять магнит. Это капец просто. Кто-то горелкой греет, кто-то замачивает в растворитель, кто-то вообще кувалдой лупашит. Да всё же проще. Нужен всего лишь нож, любой абсолютно нож. Устанавливаем этот нож между магнитом и шайбой, и только тюк, и всё, и всё очень просто. Сверлю в шайбе отверстие и протачиваю наружную сторону. Кроме этого, сверлю отверстие и нарезаю в нём резьбу М4. В бывшем валике проделаю небольшой паз. Работу выполняю подходящей фрезой и бормашиной. Металл мягкий и сложности с фрезеровкой не возникает. Тем не менее, спешки я не допускаю. Дабы не удалить лишнего и не испортить заготовку. Ведь в противном случае придётся всё переделывать. Кубики? Да, кубики. Советские деревянные кубики. Шикарные, шикарные кубики детства. А вы говорите, очень многое при СССР делалось действительно классно. Сейчас я таких вещей в продаже, честно вам признаться, не видел. Ну, я думаю, если даже они и есть в продаже, то стоят как космический спутник мобильной связи, не иначе. Наждачкой обрабатываю две стороны. Для того, чтобы соблюсти верную геометрию, шлифовку произвожу на стекле. После такой обработки, естественно, склеиваю кубики. Использую клей ПВА. Со склеиваем дерево, он справляется просто замечательно. Да и сохнет достаточно быстро. Очень удобное вещество. Получился вот такой булыжник. А булыжник, как известно, лучшее оружие пролетариата. По центру этого булыжника свелю отверстие диаметром 4 мм. Ну, нарезаю резьбу и вкручу винт М5. Все это дело. Зажимаю в патроне токарного станка и обтачиваю согласно размерам, в соответствии с чертежом и на основании технического задания, бережно хранящегося в моей ясной головушке. Установив шпильку с гайками, обтачиваю. Для того, чтобы расточить деталь внутри, пришлось вон даже и резец изобрести. Заготовка, шестигранный ключ. Сталь, конечно, не очень надо признать, но заточив и закалив в соответствующем образом, получается вполне пригодный резец по дереву. Обжигаю древесину, дабы придать ей вид более ценной породы. Кстати, по такой технологии еще Володя Ильич жене подарки делал. Да, я знаю, я слышал. После обжига производится тщательная шлифовка. Ну и для крепости, а также для исключения сколов, ну сосна все-таки. Покрываю внутренние поверхности эпоксидной смолой. Вытачиваю заднюю крышку. Изначально я планировал сделать ее стальной, но затем передумал. Ну, на самом деле, зачем нам лишний вес? Лишний вес нам ни к чему. Хотя, разумеется, сталь полируется гораздо лучше и выглядела более бы презентабельно. Но ничего, алюминий тоже сойдет. Кроме этого, изготавливаю латунный штифт. Окрашиваю дерево. Точнее, пропитываю его морилкой. Пропитку осуществляю путем окунания в емкость с чудо-жидкостью. Таким образом, можно получить наивысшее качество, которое не получить ни при использовании кисти, ни при использовании распылителя. Ну, разумеется, после высыхания морилки шлифую поверхность и покрываю все это дело лаком. После того, как лаковое покрытие обрело прочность, устанавливаю латунную втулку. Втулка имеет отверстие 3 мм и закрепляется посредством эпоксидного клеевого состава. Кроме втулки, приклеил выключатель. Выключатель представляет собой кнопку с фиксацией. Такие кнопки, между прочим, используются в современных карманных фонарях. Устанавливаю толкатель. Фиксируется он посредством латунной гайки. Саму же гайку закрепляю капелькой оловяно-свинцового припоя. Все дело в том, что в гайке есть пропил, благодаря которому припой надежно, так сказать, проникает и закрепляет гайку на резьбе. Провожу провод-корпус и произвожу монтаж электрических цепей. Устанавливаю светодиод, а также плату-преобразователь, позволяющую подключить microSD-карту к EVM посредством USB. Приобрести такой переходник можно вообще свободно. Не является дефицитом, стоит копейки. Закрываю корпус алюминиевой крышкой и креплю ее винтом М4. Имеет она, как собственно некоторые другие элементы, потертый вид специально, дабы создавалось впечатление активного использования из устройства. По легенде, прибор имеет отношение к самому могучему государственному органу СССР. А посему деталь для аутентификации обязательно. Хотя, конечно же, с точки зрения разведки и следственно-оперативной работы, это не совсем логично, надо признать. Зачерняю отрезок шпильки М4. Делается это элементарно. Достаточно люто разогреть металл, а затем быстро охладить его в машинном масличке. Для удаления масла промываю деталь в растворителе. Припаиваю шпильку. В качестве флюса использую ортофосфорную кислоту. Хорошая штука, я вам скажу. Паяет практически все металлы. Ну, кроме алюминия, конечно же. Эпоксидный клей высох и отныне достаточно крепко удерживать табличку. Отначе, чтобы придать ей, ну табличке, то есть, эстетическую завершенность, нарезаю в отверстиях резьбу М2. Наношу подходящей проволокой пару капель клея и вкручиваю обрезанные до необходимой длины винты. По-моему, с винтами вид гораздо более интересный, согласитесь. По сути, последняя производственная операция. Приклеиваю красную звезду. Без нее, ну никак нельзя, ну никак. Собираю все составляющие верхней крышки. Как вы заметили, в небольшой шайбе предусмотрен тайник, в который можно заныкать карту памяти. Для того, чтобы ее заполучить, нужно открутить стопорную гайку и произвести полную разборку. А можно и частичную, в принципе. Сама же крышка крепится к устройству посредством выступающей шпильки. Все достаточно просто. К слову, штекер в стиле СССР, который планировалось использовать ранее, я не задействовал. Ибо удалось найти штекер меньших размеров. Ну, что оказалось гораздо более практичным. Но ничего, изготовленный ранее штекер еще нам пригодится обязательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте проверим секретную флешку в действии. Для этого подключаю ее к USB разъюму. Как видно, ничего не происходит. Однако, достаточно дважды нажать на кнопку и вуаля! Светодиод зажигается и флешка определяется компьютером. Друзья, пока не забыл. У нас открылся наш канал в Telegram. Обязательно загляните в гости. Ну, а сейчас говорю вам до свидания. Пишите свое мнение в комментариях. Оценивайте видео советскими лайками. И да пребудет с вами здоровый дух авантюризму. И немного здорового духу коммунизму. Но посран, покеда! Продолжение следует...